Дано массив из 7 дисков. Решаем задачу. Во-первых, отказоустойчивость, во-вторых, скорость. А с этой стороны решаем задачу наоборот. Скорость, во-вторых, отказоустойчивость. Общее условие к этому массиву человек, обслуживающий персонал, подойти может не сразу в случае чего. То есть скажем, он на следующие сутки может прийти, если получил сигнал аварии. Как это решить? Вы пробирали РЭК-6. А почему ему на РЭК-6? Ну, потому что дан важна газоустойчивость и куда человек ведет, да. А через какой-то прийти? Он совсем не сразу придержит, да? Так как он прибежит через сутки, нужно обращаться к данным по-прежнему. Поэтому используем, ну, пишем сумму и, если что, к ней обращаемся. Так как мы есть целые сутки, активно использовать, может быть, горячая дочка. Ну, это у какого РЭДа возникло горячая дочка? То есть у какого РЭД? У РЭД-4 возникло горячая дочка. У РЭД-4 возникло горячая дочка. А здесь уже не возникло, потому что мы размазали контрольную сумму по 7-8. Понятно, но ведь горячая дочка не возникнет и у 5-го? Не у 5-го не возникло. В принципе, это важно для газоустойчивости. Задвозьтесь. Лучше писать те, которые в сумму. Если любой из дисков выйдет из строя, то да, мы сможем. Но мы все равно сможем обращаться к данным храничивости на этих дисках. А вот это полностью не добавляется, но расчетность контрольных сумм. Одинный рейнс. У него все равно будет 6 на 5. Две репетические операции, как вы говорите. На самом деле точно нужно. Но провести еще две процедуры записи, не оставленные, скажем, от этого рейта. Ну, это все равно будет, получается, быстрее, чем писать все это на один диск. Безусловно. Но именем набор 7. А? Именем набор 7. Ну, это, конечно, медленнее, согласен, чем рейт, но он не обеспечивает совершенно отказоустойчивость. Нам было сказано, что отказоустойчивость должна быть самая главная. А если смотреть вот такой вариант? Уберем рейт-5, создаем набор из 6-ти дисков. Ну да, тогда будет работать быстрее, чем этот вариант. Но в случае выхода из строя второго диска мы теряем все. Совершенно верно. А сколько у нас дисков всего? 7. 7. У нас остался диск. Какой у нас? Хранит какой-либо один диск в зеркало. Какого? Скорее всего, конечно, 40. А у нас только рассыпано 40. У нас 5-й рейт-эйт. Ну, тогда... Что мы можем сделать с другим диском? А, на него мгновенно копировать то... Если один диск повредился, то вычислить на него то, что был в этом диске. Мы его назначаем для рейт-эйт-эйт-эйт. Мы назначаем плюс. Значаем один диск для рейт-эйт-эйт-эйт-эйт. Мы, вместе, считая информацию, производя их созданными уцелевшими данными, быстренько пишем вот сюда, получая копию вот этого вот диска. В чем результаты этого решения? В том, что на 2-3 часа производительность системы упадет. Если ее вообще можно будет использовать? Можно. Производительность системы... А если начинаем не использовать, чтобы... Нормально работает. Это правильно. Хорошо. Упадет, пока не восстановится полностью вот этот диск. Но зато все остальное время мы экономим время и больше получаем производительность на записи и на 4-е диска с информацией. Вот. Взяли, который мы с ним первым. Вот эти двух. И вот эти двух, например. Или какой-нибудь из... Какие-нибудь два диска из разных пар, например. Предположим, так. Ну вот. Скорость будет большая, потому что к слову, будет только двух каких-то элементов, ну, двух дисков. А скорость будет не больше. Будет проблем, но самая большая только, например, если вылетит и вот этот, и вот этот диск, например. Ну, тогда мы этот не установим никак больше. Ну, да. И второй тоже. Да. Мы оба не установим. Только в этот случай, например, если вылетит... Тогда все вылетит, да. И все. Вот это еще остается. Ну, а если у нас... Не, ну, у нас же все. Вот такой длиной. А, ну, пускай, чтобы один записать. Ну, у нас просто получился такой большой пар. Или вы хотите последовательную написать информацию? Последовательную, потому что... А-а-а. Да. Как вы надеете? Тогда будет выгодова скорость? Скорость? Да. Скорость будет очевидно. Большая. Почему? Если мы пишем последовательную пар. Сначала сюда, потом, когда диск кончился, сюда, потом сюда. Сколько у нас дисков будет одновременно принимать информацию? С СССР. С СССР. А-а-а. Ну, пошла процедура записи. Ну, кино заливаем массив. Сколько дисков будет принимать информацию одновременно? Ну, только один. В этот момент у нас будет вычисляться опять так, родная сумма. Если у нас сюда биться, сюда ничего у меня нет. Ну, в принципе, можно с нулями сравнили постоянно, как это можно, но... Ну, глупая ситуация получается. Согласен. Ну, отказустойчивость, конечно, не идеальная абсолютно. Скорость ей большая. А как у нас получается скорость, если он проводит один диск сначала, потом второй, потом третий, потом четвертый? Не одновременно. Откуда скорость? Мы получаем из-за одновременности работы дисков. Если они работают по очереди, то это не быстрее. Какие еще варианты есть? Ну, был вариант, но он тоже не очень, потому что... Ну, давай, смотри. Зеркало-то нужно еще вычислить. Зеркало-то пишешь себе и пишешь. Давайте попробуем изобразить. И один как бы запасной остается тогда? Ну, естественно. Сколько дисков мы можем назвать в RAID 0 с тем, чтобы потом обеспечить РФ 2. Зеркало-то еще других трех. То есть такая система будет быстрее, чем если писать на 4 дисковую информацию, но еще обыцать 2 суммы? Мне 500 под сple�ом. Положим A, B, B, C, C. И сигн gouvernement диск запасной. Точно так же, как в этой схеме. В случае вот этого выстроя, ставим вот этого диска. Мы быстренько делаем тот при нас опасным диск. Этот диск доклад выкидывает, ставит на место другой, который назначается «забасным». Плюс, правда, здесь нам не нужен особо умный контроллер, который умеет быстро вычислять контрольный ресурс. Все это еще можно сделать и решить.